здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал русские печки кирпичами топят на просторах интернета попался мне вот такой интересный сайт из которого пару-тройку постов я и хочу вам зачитать вот значит оптимист автор канала вот такой пост ага русские печь русские свои русские печки кирпичами топят россия непобедима и наш народ способен проявить смекалку во всем знакомые мужики умудрились печку кирпичами топить а способ самый что ни на есть простой кидают белые кирпичики в бочку с соляркой ждут полгодика пока впитается потом пары кирпичей на сутки хватает русскую печку хорошо топить а для буржуйки и половины кирпича хватает очень большая экономия получается вот такой интересный пост читайте у него много здесь интересных постов давайте я еще один вам зачитаю как она немка поняла то в то утро у меня была очень важная встреча на которую опаздывать было никак нельзя а я как назло попал в пробку впереди тащилась новая бэха цвет волос водителя который сразу вызвал у меня некоторые опасения и не зря на очередном светофоре мы застряли намертво каждый раз когда девушка пыталась начать движение ее машина странно дергалась и глохла объехать это чудо не представлялось возможным улочка была узкой всего в две полосы а водитель шут заклинило напрочь догадаться снять машину с ручника ума явно не хватило я не выдержал подбежал к ней чтобы вежливо посоветовать отпустить ручной тормоз хотел же еще сказать что-нибудь типа милостивая государь не обратите ли не соблагоизволите ли вы отпустить ручной тормоз а вырвалась неожиданная блять ручник отпусти ей богу сам не ожидал вы знаете я матом не ругаюсь девушка вытащила свои зеленые глазищи вайбит а дальше а дальше произошло невероятное что сразу подняло мне настроение алгоритм был ее мыслительного процесса я прочитать не смог но она до вдруг посмотрела на ручник и ее лицо засветилось отчасти и мы наконец-то поехали какое-то время нам было по пути и на каждом светофоре она улыбалась и махала мне ручкой но я махал в ответ на очередном перекрестке наши пути разошлись и она еще раз помахав бибикнула на прощание меня же до сих пор мучает вопрос как она немка поняла что блять это ручной тормоз вот такой интересный пост ребята я нашел как раз в тему моего последнего ролика древний язык империи давайте значит еще один интересный пост вам зачитаю как раз имеющий отношение к этому самому древнему языку империю так апельсинен апельсинен битте называется пост набивают сумку продуктов люди в очереди в этот магазин общаются друг с другом без переводчика а что с русского на русский переводить а что с русского на русский переводить зато продавцы там немецкие говорят по-немецки и никакого другое стоим в очереди перед нами продукты бабулька получает видно только что из приехавших по-немецки она наверно только хэндэхох знала и гитлер капут вот и вот бабульки этой захотелось овощей до фруктов говорит она немки внучка апельсины положь внучка а немка по-немецки я не понимаю по-русски говорите пожалуйста по-немецки а бабка есть снова про апельсины не в конь немка не понимает но мир не без добрых людей вызвалась одна женщина из очереди бабульки этой переводить скажи ей что подпельсины положила тут надо сказать что по-немецки апельсины называются двумя словами оранжен как во всех буржуйских странах и апфельзинен что более по-немецки хотя и реже употребляется тетка апфельзинен битте немка тут же въехала и положила бабульки три апельсина бабулька была в то же самое время здорово удивлена настолько оказывается легко говорить по-немецки поэтому дальше она берет бразды правления процессом свои руки и требует у немки помидоров помидорин битте люди складываются пополам немка дает помидоры вот такой интересный сайт я вам хотел показать ребята и оптимист апфельзинен битте спасибо за внимание подписывайтесь на канал на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания